Я хотел сказать про двоих пацанчиков. Двоих пацанчиков в оркауте. Кузнецов и... Не буду назвать кто, потом вы догадаетесь. Кузнецов, вот как по мне, так кто уж ЧСВ и кто якобы зазнался, так это Кузнецов. Многие защищают его и говорят, Гукас, а почему? Ну, я уже там в комментах, в группах писал, да. Про что-то. Ну, про Кузнецова. Что я негативно к нему отношусь. И многие, ну, наверное, его друзья, не его друзья, многие защищают его. И пишут мне, Гукас, ты вообще не прав. Кузнецов, он офигенный в жизни. В том-то прикол. В жизни-то он может, он классный. Я смотрел его даже интервью недавно. Там какой-то колумбийц, итальянец, кто-то с ним, короче. Минут 15 репортаж с Кузнецовым снимали. И, ну да, в принципе, он в жизни, он нормальный. Ладно, как бы, не спорю. Но как он ведет себя ВКонтакте, эгоист. Просто пиздец. Если он посмотрит, он, наверное, захочет в реале встретиться и набить мне ебало. Но это, кстати, опять-таки подтвердит факт, что он бедлятина. Я вот помню, кто-то ему комменты писал негативные. Ну, просто, да? Обычно хейтеры. То есть, либо ты просто нахуй его пошли, проигнорь, забанил, кинь в ЧС. Он начинает там писать. Ну, я реально помню. Я даже, кстати, где этот скрин был? Может, скину потом кому-нибудь в личку. Кто-то написал ему что-то негативное, и он сразу, слышь, типа, в лицо скажешь, в лицо скажешь. Ну, короче, вы поняли, да, суть? Типа, ну, давай, ты где живешь? Ты кто? Ты откуда? Что такое, Кузнецов? Что за деца? Ты что? Да игнорь. Как быдло просто. И даже дело не в том, что он так реагирует. Может, это и норма. Помню, как-то его в конфу пригласили. Просто, да, конфы там, где собирают, там, звезд всяких кидают. Меня тоже кидают, но я, если мне не нравится конфа, я промолчу, просто выйду с группы, да, с конфы. Его кто-то добавил, Кузнецова, я там тоже был. И он начинает, так, типа, не понял, кто меня добавил, кто. Типа, если тебя нету в друзьях, то сразу кидают через. А если есть, то, типа, я еще подумаю, кто меня, нахуй, тебя сюда кинул. То ли это образ у него такой. Если образ, то ладно. Но если он всерьез, да, я думаю, да он всерьез такой. Кузнецов. Ну, то есть, вы поняли, да, поведение его. У него еще, значит, спросил пацанчик в личке. Подскажи, пожалуйста, как там научиться чего-то там, стойку или еще что-то. Может, горизонт. Типа, 500 рублей или сколько там. Короче, пару соток рублей кидаешь мне. И я тебе говорю. Ебать. Опять-таки, если он троллит так, если это его такой троллинг, то окей. Окей, тогда без обид. Тогда это может и в какой-то степени прикольно. Но мне кажется, он всерьез такой. И это был не юморок его. Вы поняли, да, суть. Вот такой вот Кузнецов. Платно объясняет советы. У него просто спрашивают совет. Не, да, там просто на похуй ответить. Я понимал, что его заебывают. Меня тоже как бы заебывают. Ну, его побольше заебывают, чем меня. Просто напиши там. Так-так-так-то. Или просто проигнори. Зачем писать, что вот, давай, кидай мне деньги, я тебе и скажу. Ну, это пиздец. Ну, реально. Даже Анисимов не такой. Все. Я про Кузнецова уже минуты три базариваю. И да, еще. Вот я про Кузнецова сказал. Скажу про того. Значит, про кого я не буду как бы говорить. Фамилию и имя озвучивать не буду. Но он тоже пиздец как упал в моих глазах. Это просто пиздец. Личность такая. Знаете, он тренинг с 2011-го. Вроде как. Но о нем узнали буквально год назад. Примерно год назад о нем все узнали. Практически прям все. Он выложил один видос. И резко про него все узнали. Видос, кстати, выстрелил хорошо. Там очень много просмотров. Так вот. Не буду затягивать. Не буду вас интриговать. С этим человеком я пару месяцев общался. Общался не очень часто. Но общался. И более-менее все хорошо шло. Вплоть до того момента, как я не понял одну вещь. Он просто жесточайший гомуфоб. Просто пиздец какой. Я не знаю. Может у него проблемы. Может в детстве. Ладно. Не буду сейчас троллить его. Может семейная, не семейная. Но я ему отправил. Я что-то прокомментировал. Ссылать меня из-за чего? Это просто стикер. Тем более, ладно бы как бы, да. Я до этого ему ничего не писал в личку. И просто сразу же начинаю ему отправлять сердечки, стикеры. Ну, это как-то да, странно. То есть, ты вообще не знакомец. Я до этого пару месяцев с ним общался. Начал просто отправлять стикеры с котиками, с сердечками. И он вообще, он воспринимает все это всерьез. Типа, фу-фу-фу. Без этого давай. Кстати, ему в комменты тоже кто-то такое. Ну, с намеком, да, на гейство. Что-то ему такое писали в комментах. Ему на странице. И он того человека, он вроде его как послал и забанил. Блядь, я не понимаю таких. Что в этом такого? Ой, как будто бы он сам там с друзьями. С лучшими друзьями. Как будто бы вот вы сами, да. Не прикалывайтесь вот этими сердечками, стикерами. Почти каждый, по-моему, у каждого, да. У каждого из лучших друзей или просто друзей. Проскакивают вот эти гейские подъебчики. Этот юмор, да. Голубой, голубой юморок. И я вообще не понимаю, что в этом плохого. Скорее всего, вот эта личность, он вообще, он. Он не такой. Он не понимает, что. Ой, да ладно, в пизду, что я тут. В общем, он разочаровал меня, конечно. И дело даже не в этом. Потом мы с ним еще общались. Там в конфе был случай один. В личку расскажу. Я не хочу тут говорить. Я задержусь еще на минут 10. Это просто пиздец. Я понял, что как человек, он очень-очень плохой. И я понял, что... Ну, все. Я, если что, в личку я вам объясню. Кто хочет, в личку я напишу вам. Так, давайте дальше. Дальше.